Есть в Вооруженных Силах России единственный, в своем роде, батальон спецминирования, который называется «Феникс». Это люди, которые по воздуху минируют позиции противника, дороги подвоза, логистику. Но помимо дронов, которые занимаются собственным минированием, есть, естественно, и средства поражения. Это и обычные FPV-дроны, и вот такие вот самолетного типа FPV-дроны. Они в FPV-беспилотники, они управляются точно так же, как и привычные на вид FPV-шки, но летят значительно дальше и несут значительно большую угрозу противника. Вот, собственно, этот батальон уже прибыл в зону проведения контртеррористической операции в Курской области и уже наносит огневое поражение по противнику. В первую очередь я должен бить тяжелой техникой, в любом случае тяжелой. Это танки, САУ, все то, до чего не могут дотянуться наши ребята, те, кто летают на обычных FPV-шках. Друзья, вот если мы говорим про цели, не про это направление, а вот в целом, ну там, Белгородска, раньше у тебя вот что-то было из интересных вкусных целей? Да, конечно. В основном это были ПВД. В основном это были ПВД, то есть данный заряд спокойно складывает дома. Здесь очень много тонкостей, которых нету в дроне. То есть в дроне у тебя идет вертолетная тяга и ты контролируешь все именно руками, мощностью моторов. Здесь совершенно другой фактор. Здесь ты должен знать физику, геометрию очень-очень хорошо, должен понимать погодные условия, должен разбираться цвета полей, лесополок и всего остального, потому что от каждого идет свой поток. Должен понимать, что такое термики, турбулентность, схождение циклонов. Ну, все как в большой авиации. Ты должен это понимать, ты должен это знать. Откуда у тебя такие знания? Ну, 16 лет авиамодельного спорта. О, ничего себе. Я мастер спорта по данному виду. Ну, то есть, ну, немножечко, конечно, не в этой тематике, но все очень-очень похоже, все очень-очень рядом. Ты участвовал в каких-то соревнованиях на гражданке? Да, да, ну, я чемпион Европы, трехкратный чемпион России. Вот на чемпионате Европы я и защитил мастера спорта. Это на чем вы летали на этих соревнованиях? Радиобой. То есть, так же, все, ну, это радиоуправляемое, только класс воздушный бой. Взлетает шесть экипажей и друг за другом гоняются за ленточками. Чуть более мирно, чем сейчас. То есть, ты служил на нашей базе в Таджикистане? Да, в 201 базе. Там я прослужил сколько, полтора года. И как раз у меня под окончание контракта, ну, получилось перевестись все-таки. У меня жена была беременна, я перевелся из-за этого. Прослужил месяц, и нас угнали на учения. А потом на учениях мы уже получили приказ о заходе именно на территорию Украины. Отсюда пошел боевой опыт. Ну, в штурмах мы участвовали. То есть, не без пилотчиков? Нет, нет, я не изначально БПЛА, но изначально два месяца я чисто в штурмах был. Потом мне дали уже МАВИК второй. Тут я уже, ну, начал немножко показывать себя, то, что я умею. Повоевал, получил ранения. И, ну, я принял решение обратно в министерство идти. Но в министерство уже именно по своей тематике, именно в подразделение БПЛА. И вот я оказался в батальоне Феникс. Большое спасибо нашему комбату, что принял свое крепкое крыло. И очень-очень ему благодарен за все сопутствующее, что сейчас происходит. И то, как он руководит батальоном. Вот такая милая акулка. Здесь чистая, здесь уже грязная. Игрушку мне подарила дочка, но подарила прямо перед отъездом сюда. Но вот изначально эта игрушка покупалась именно для дочери. Я как-то приехал с командировки в московском аэропорту. Меня встретила жена с дочкой, мы шли вдоль магазинов. И у меня дочка смотрит, там игрушки, там большой сувенирный зал. Она заходит, говорит, вот эту игрушку хочу. Ну, соответственно, я купил. И уже, ну, приехали домой. Я уже тогда, ну, не планировал вообще возвращаться в боевые действия. Думал, ну, дома останусь. Ну, так сложилась ситуация, то, что везде напряженная обстановка. Ну, вот знаю то, что мои знания, мои руки не пригодятся. Решение было принято вернуться на поле брани. И перед самым отъездом, ну, вот, мне дочка, ну, вот, подходит, говорит, на, держи, папа, ну, вот, я знаю то, что ты вернешься. А сколько дочке лет? В октябре три годика будет. Ну, без пилоти вообще перевернулись ног на голову представление о тактике ведения боя. Да, это прям 100%, потому что раньше преимущественно, ну, да, разведка производилась с «Мавиков». То есть я вот даже в 22-м зашел, но нас разведывали, искали на «Мавиках». Потом потихонечку начали сбросы придумывать на «Мавике». Потом уже и в пирижки пошли в дело. Потом уже крылья начали организовывать. И вот это все перешло на тот уровень, то, что сейчас, ну, просто дистанционная война. И штурмовые подразделения, ну, ему очень-очень тяжело сейчас. Там просто такой киш-миш творится в воздухе. Просто, ну, я не позавидую ни одному, кто находится именно на передке. Что ты же мог после того, как чувака расформировали, дома остаться? Почему ты решил все-таки продолжить воевать? Наверное, это уже дело привычки. Потому что, ну, я знаю то, что я здесь приношу пользу. И польза моя все же, как она, ну, в правильное русло идет. Потому что мы здесь за правду. Мы здесь за то, что действительно надо сделать и надо доделать. Сложно противник? Да нет, для меня нет. Уровень подготовки противника достаточно серьезный. Был на начальном этапе. На данный момент уже захлебнулся. Движения какие-то есть. Возможно, даже немножечко они давят. Давят, но пытаются давить только количеством. Только количеством. Но и то. Но вот это количество очень сильно сокращается, когда они начинают прыгать выше головы. С командой садимся вместе, разбираем карты, куда встаем, как действуем. То есть полностью все прорабатывается изначально в тылах. И только потом уже, ну, вот, начинаем действовать. То есть, как раньше у меня было в штурмовых подразделениях. На месте разберемся. Здесь такое уже не получается. Здесь это неправильно. Постепенно обстановка стабилизируется. Еще вчера можно было сказать, что были какие-то рваные куски, какие-то дыры в обороне по новой линии фронта. Но постепенно заходят новые резервы, новые подразделения. Здесь туда перебрасываются крепкие ребята, которые прошли основные биты специальной военной операции. Они закрывают эти дыры. Были поначалу проблемы с воздушной разведкой, с средствами поражения. Сейчас здесь работают очень известные и очень эффективные группы воздушного поражения. Малая авиация, так называемая. Сюда переброшена часть наших подразделений, которые работали на других участках фронта. И зарекомендовали себя с лучшей стороны. Например, отдельный батальон специального минирования «Феникс». То есть это подразделение, которое занимается дистанционным минированием с помощью дронов. Но помимо минирования у них большая линейка различных средств поражения. От простейших FPV-дронов до FPV-дронов самолетного типа, которые летают значительно дальше и несут на себя значительно больше. И противник уже не рискует ездить вот такими большими колоннами, как он это демонстрировал в первые дни, потому что сейчас поражение наносится моментально. Поэтому сейчас постепенно будем останавливать противника, постепенно стабилизировать фронт и затем начинать его уже отодвигать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok